Мир вам дорогие братья и сестры, я приветствую Церковь Иисуса Христа, я приветствую всех наших зрителей онлайн, мы рады снова быть с вами. И тема нашей сегодняшней проповеди, тема нашего размышления называется так, восстановление отцовства, восстановление отцовства. Интересно, что один из самых великих принципов, который Господь заложил в свою Церковь, причем принцип, который работает как в духовном, так и в материальном мире, это принцип отцовства, это принцип отцовства. Потому что посредством этого принципа Господь изливает на человека свои благословения, Господь воспитывает человека, Господь готовит будущих отцов и будущих матерей через принцип отцовства. Интересно, что когда Господь сотворил Адама и Еву, Господь первую заповедь дал им, как только сотворил Еву, он дает заповедь человеку, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Он не приходит с этой заповедью к ангелам, он не приходит с этой заповедью к животному миру, он не приходит, слава Богу, с этой заповедью к бесам, да? Он говорит эту заповедь человеку и ставит ее, наверное, ну, чуть ли не в основу существования человека, потому что тогда не было грехопадения. Он говорит, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Здесь, я думаю, идет речь немножко больше, нежели о, ну, каком-то физическом размножении. Животные размножаются, человек рождает. Здесь идет речь о передаче неких знаний, о передаче неких навыков, о передаче некого благословения. Почему? Потому что только человек способен рождать новых людей, которые, в свою очередь, в свободе строят взаимоотношения с Господом. И в этом цикле, наверное, да, в этом процессе роль отца, роль родителей, она является ключевой. Потому что именно через родителей человек усваивает образ Бога. Именно через родителей ребенок усваивает образ церкви. Ребенок усваивает свое положение в нашем небесном отце. Не случайно, когда Иисус Христос служил Божьему народу, Он постоянно говорил о том, что Он исполняет волю Своего Отца. Истинный Сын – это Сын, исполняющий волю Отца. Истинный Сын – это Сын, передающий миру откровения Отца. То, что вложил в Него Отец. И сегодня я хочу говорить о восстановлении отцовства. Наверное, я не согрешу, если скажу, что сегодня мы сталкиваемся с кризисом отцовства. Хотя сегодня не время, как было, например, после Второй мировой войны, когда многие отцы погибали на фронтах. Но сегодня время, которое мы называем кризисом отцовства. Сегодня, наверное, каждая третья, каждая четвертая семья растет без отца. Сегодня принцип ответственности, он по сути своей изгоняется из семей. Отцы рождают детей и благополучно исчезают. Отцы воспринимают себя только как обеспечителей. Приходя с работы, они забывают о том, что у них есть дети. Сегодня страдает принцип духовного отцовства. Ибо такие дети, мы, как такие дети, мы приходим в церковь. И мы сегодня не воспринимаем церковь, как наших родителей. Мы не воспринимаем авторитеты. И в итоге мы оказываемся в определенном объединенном состоянии. Мы лишаемся корней. И сегодня есть такое христианство перекати поле. Когда человек в совершенной свободе, он может менять церкви, он может менять пасторов, он может менять служения. Это признак кризиса отцовства. Потому что отцовство укореняет человека в семье. Отцовство укореняет ответственность человека за семью. Отсутствие отцовства, естественно, рождает в человеке понятие безнаказанности, ложной свободы. Рождает в человеке ощущение потери, недостаток любви. Который человек зачастую может восполнять разными способами. Когда человек с искаженной личностью начинает восполнять его через чрезмерное потребление алкоголя, наркотиков, удовольствие этого мира. Любым способом пытаясь доказать этому миру, что ему отец по сути своей и не нужен. Пытаясь доказать этому миру, что и он способен любить и быть любимым. Сегодня кризис отцовства. И священное писание учит нас, что по сути своей оно обращается к братьям и говорит, вы отцы. Сегодня я хочу говорить к людям, которые выросли в семьях без отца. Или может быть они знали отца, но отец не был таким, каким его описывает священное писание. И я знаю, есть люди, особенно женщины, особенно мужчины, есть такие, которым очень сильно не хватало отца. И которые годами живут с этой болью, боясь довериться кому-то. Боясь послушаться кого-то. Я хочу говорить сегодня к вам. Господь способен восполнить этот недостаток в вашем сердце. Независимо от того, в какой семье, в каких ситуациях. Может быть вы пережили некое предательство со стороны подобных людей. Может быть вы пережили предательство со стороны духовного отца. Который вроде бы привел вас в церковь, но потом его поведение стало далеко от христианских норм. Сегодня я хочу говорить к отцам, которые сегодня задают себе вопрос. Да, много в жизни потеряно. Может быть твои дети уже взрослые. И тебе кажется, ты не можешь повлиять на своих детей. А когда ты мог повлиять, ты занимался немножечко другими делами. И сейчас ты приходишь в церковь, и ты понимаешь, тебя гнетет чувство вины. Я хочу говорить к тебе, Господь способен восстановить твое отцовство. Господь способен восстановить вот эту благословенную связь между отцами и детьми. И я хочу, чтобы мы начали читать из священного писания. Давайте мы прочитаем с вами из 37 главы книги Бытия. Эта глава повествует нам о таком известном персонаже, как Иосифе. Вы скажете, а как Иосиф относится к отцовству? Давайте посмотрим. Итак, Бытие, 37 глава. Давайте прочитаем с 18 стиха. Отец Иаков отправляет Иосифа посмотреть, как поживают братья. Братья пасут стада, братья работают. Иосиф приходит к ним, и у братьев назревает определенный план. И увидели с 18 стиха. И увидели они его издали. И прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу, вот идет сновидец. Пойдем теперь и убьем его. И бросим его в какой-нибудь ров. И скажем, что хищный зверь съел его. И увидим, что будет из его снов. И услышал сие Рувим и избавил его от рук их, сказав, не убьем его. И сказал им Рувим, не проливайте крови, но бросьте его в ров, который в пустыне. А руки не налагайте на него. Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду. Одежду разноцветную, которая была на нем. И взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, и воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван из Мальтян. И верблюда их несут с Тераксу, Бальзам и Ладан. Идут они отнести это в Египет. И сказал Иуда братьям своим, что польза, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его. Пойдем продадим его из Мальтянам. А руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья послушались. И когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа из рва, и продали Иосифа из Мальтянам за 20 серебряников. А они отвели Иосифа в Египет. Рувим же пришел опять к Орву, и вот нет Иосифа во рве. И разодрал он одежды свои. И возвратился к братьям своим, и сказал, отрока нет, а я куда денусь? И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и выморали одежду кровью. И послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали, это мы нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет? Он узнал ее и сказал, это одежда сына моего. Хищный зверь съел его верно, растерзанный Иосиф. И разодрал Иаков одежды свои, и наложил вретища на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыны его и дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешиться, и сказал с печалью, пойду к сыну моему в преисподнюю. Так оплакивал его отец его. Мадьянитяне же продали его в Египет Патифару, царедворцу Фараонову, начальнику телохранителя. Вот такая история, наверное, одна из наиболее драматичных историй Ветхого Завета. Вы знаете, когда мы читаем повествование Ветхого Завета, маленькая подсказка, да? Мы должны понимать, что повествование Ветхого Завета, они раскрывают нам библейскую историю в неких двух плоскостях. И первая плоскость, это плоскость божественного замысла. В этой плоскости все, что происходит с человеком, рассматривается с позиции божественной воли. И в этом случае не так важно, что переживает та или другая личность. Не так важно, скажем так, человеческое, но как важно Божий план. И когда мы читаем историю Иосифа, мы видим прекрасное завершение этой истории. Господь через Иосифа спасает Израиль. И все, что переживал Иосиф, переживал Иаков, переживали братья Иосифа, оно вписывается в канву божественного плана. Это дает нам надежду. Мы понимаем, что бы мы ни проходили сегодня в нашей жизни, то, в чем мы воспитывались, как мы проходили эту жизнь, так или иначе, оно послужит во славу Господа. Но есть и другая плоскость, которую нам открывает Господь. Это плоскость человеческого примера. Интересно, что в отличие от других, как бы мы сказали, героических книг, Ветхий Завет никогда не замалчивает недостатки и достоинства тех людей, которые участвуют в божественном плане. Он никогда не защищает, автор Ветхого Завета никогда не защищает грех. Но Он показывает нам, Иакова, братьев Иосифа, Он показывает их, как обыкновенных людей, призывая нас, как бы показывая нам их и говоря, учитесь тому, что происходит с этими людьми. И я предлагаю вам сегодня просто посмотреть на эту ситуацию немножечко другими глазами, может быть, несколько человеческими глазами. Но этому где-то нас учит Господь, и это благословение от Господа. Представьте себе, что происходит в семье. Кризисная ситуация. Брат пошел на брата. Братья желают убить своего брата. Родители, представляете себе, да? Вот эта вот ситуация, вот эта семейка, да? Братья хотят убить брата, продают его в рабство. Доводят отца, ну, практически до сердечного приступа, да? Когда отец теряет смысл жизни. Кризис. В семью Иакова приходит кризис. Наши семьи тоже могут переживать кризис, в том числе кризис отцовства. Когда дети маленькие, нам легче их контролировать. Когда дети вырастают, этот кризис становится явней. И все, что мы упускаем в их воспитании в детстве, так или иначе, оно проявится в их взрослом состоянии. И возникает вопрос, как у одного достаточно известного автора, а кто виноват и что делать? Почему произошло такое? И вы знаете, я вижу три стороны. В этой ситуации, наверное, мало правых. Я вижу три стороны. Это Иаков, это Иосиф и это его братья. Все три стороны виновны в кризисе. Все три стороны пережили этот кризис. И все три стороны научились чему-то через этот кризис. И первое, о ком я хочу сегодня сказать? О виновнике, самом главном, того, что произошло. Я хочу сказать об Иакове. Вы скажете, ну как, мы же знаем Иакова как человека благословенного. Это так. Но интересно, что Иаков прежде всего был человеком. И в 37 главе, в 3 стихе написано так. Израиль, то есть Иаков, любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его, более всех братьев его, и возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно. Что послужило причиной первичной ненависти этих братьев к Иосифу? Само отношение отца. Кризис отцовства. Некое поведение Иакова. Интересно, когда у нас появляются дети, когда счастливый муж узнает, что у него появятся дети, у мужа, у мужчины рождаются некие ожидания. Ну и у мамы, конечно же, рождаются некие ожидания. Когда он смотрит первое УЗИ, когда он видит очертания ребенка, рождаются ожидания. Ты знаешь, интересно, вот в чем заключаются эти ожидания? Самое первое. Наверное, мы ожидаем, что наш ребенок, это будет улучшенная копия нас. Ну так или нет? Ну честно, давайте, улучшенная копия нас. Мы ожидаем, что ребенок как губка. Вот он сейчас растет у мамы в животике, и вот он впитает лучшие черты нашей жены, да? Он впитает лучшие черты мои, он впитает лучшие черты бабушки, дедушки. И когда ребенок рождается, первая реакция папы какая? Поиск. А в чем он похож на меня? Я помню, когда я увидел своего маленького ребенка, младенца, первое, что я в нем начал искать, а что в нем от меня? Там носик, ушки, бровки, да? И я смотрю, глаза как у меня, такие лупанцы, знаете, по пять копеек. Он смотрит на меня и думает, мое, вау! И такая отцовская гордость, на меня похож. Проходит три месяца, глаза меняют цвет. Жены. Мамы. Я думаю, ну все, короче, ну что ж такое-то? Даже говорю, этого ты от меня, ну, не унаследовал. Почему-то нам кажется, что ребенок примет от нас всегда самое лучшее. И когда ребенок начинает подрастать, мы где-то разочаровываемся. Мы говорим, ну а я же такой. А ты почему-то не стал такой. Бог не спрашивает нас, когда нам дает детей, правда? Физических или духовных. Они вырастают не такие, как мы. И зачастую они берут от нас не самое лучшее. А иногда они берут то, что мы предпочли бы скрыть в себе и в них. Вот я всегда говорю так, в шутку, конечно же. Вот когда у тебя будет ребенок, вспомни всех твоих близких родственников. И вспомни самого вредного. Вот того, с кем, ну, у тебя всегда, ну, сложности. Вот поверь мне, он обязательно найдет свое отражение в ребенке. Будет такое. И ты увидишь, как ты дедушка, вот в нем пролез, в его характере. И естественно, это начинает раздражать. Ты кажешь, ну что же, я опять сталкиваюсь с этим. Или ребенок возьмет ту черту характера, которая тебе в самом себе не нравится. Это так, наши дети не похожи на нас. И я слышал, когда папа дает подзатыльник ребенку, неверующий папа, и говорит, да ты, говорит, там, бестолочь. Я ему говорю, слушай, ты себя-то вспомни. Три класса образования, ПТУ и всю жизнь по вахтам. Ты, говорит, что от ребенка-то хочешь? Ну, я думал, а вот оно оказалось. Но ты на себя посмотри. Или там мама ругает дочку, говорит, да ты там такая неумеха. Так ты на себя посмотри, что происходило. Он все-таки твое отражение. И ты знаешь, я даже увидел некий духовный принцип. Вот то, чего ты боялся, с чем ты сталкивался и не смог победить в своей жизни, тебе придется пройти еще раз в твоих детях. Господь столкнет тебя с этим в твоих детях. И ты знаешь, есть еще один принцип. Никогда не живи своими детьми. Потому что, когда вырастают дети, мы хотим, чтобы вложить в них свои навыки, свои желания. Мы хотим через них компенсировать наши страхи какие-то, которые у нас были. Мы хотим, чтобы они достигли того, чего мы не смогли достигнуть. И получается, для нас дети это такие некие буратины, извините за выражение. А мы, как папы Карла, и призвание отца в этом случае, как мы считаем, обтесать его должным образом. Чтобы он был тем, кем я хочу от него. Библия говорит, есть вещи, которые мы должны нашим детям четко говорить. Это вещи священного писания, это вещи навыков отношений с Господом. Но есть вещи, в которых дети растут сами. И мы, как родители, мы должны позволить детям идти своим путем. Да, у тебя университетское образование, а приходит сын и говорит, папа, да я, говорит, в ПТУ пойду, как это сейчас называется, в техникум пойду. Ты кажешь, о, как, я обязательно хочу, чтобы ты закончил университет. Говорит, да папа, да нет, это ты гуманитарий, я техник. Я хочу кирпичи ложить на стройке, я хочу машины ремонтировать. И у тебя разочарование. О, ребенок не стал тем, кем я запланировал. Это всегда так. Дети, они не похожи на отцов. Дети, они несут духовный отпечаток отцовства. Но они другие. Они имеют жизнь совсем другую, нежели мы хотим в них вложить. И вот представьте себе Иаков. В жизни Иакова, вот что, в чем была проблема? Это проблема лицеприятия. Он выбрал Иосифа для того, чтобы реализовать самого себя. Он выбирает Иосифа для того, чтобы вылить на него вот эти остатки любви, да, которые вот у него есть. Написано, Иосиф был ребенком его старости. Я знаю семьи, в которых много детей. Есть дети старости. К ним особо трепетное, да, отношение. Иногда я встречал людей, которые говорят, ну как так, ну вот он больше любил мою там сестру, больше любил там папа моего брата. Проблема Иакова, он любил Иосифа. И он не скрывал этого, он показывал об этом своим детям. Он купил ему одежду, он покупал, наверное, ему еще что-то. Он держал Иосифа при себе тогда, когда его братья работали на тяжелых работах. И это, естественно, вызывало зависть у его братьев. Ты знаешь, есть один маленький принцип. Я не верю в духовные, в родовые проклятия. Я не верю. Но я говорю о том, что в отцовстве всегда есть цикл. Отцовство это воронка. Хочешь посмотреть на деда, посмотри на внука. И проблемы деда, они обязательно найдут свое разрешение во внуках или иногда даже в правнуках. Отцовство это некая воронка, это некая спираль. Сын повторяет порой поведение отца. Внук повторяет поведение деда. И когда мы смотрим на жизнь Иакова, мы видим то же самое. Когда мы смотрим на жизнь Иакова. Ну представьте себе, да? Ну, его отец, Исаак. Мы знаем, что у Исаака было два сына. Помните, Исаак и Иаков. И нам прямо об этом говорит Господь. Исаак любил кого? Исаава. А почему любил? Талантливый, духовный был? Да нет, говорит. Вкусно готовил. Пищу приносил. Жертв. Вот это тот сын, на которого можно положиться. Я не знаю, почему Исаак так любил Исаава, может быть, морально, духовно. Но так или иначе, Исаава всегда... Ну, Исаава как бы продвигались, чтобы он стал первенцем семьи. Просто потому, что он был очень адаптирован. Он деньги умел зарабатывать. Он пищу мог принести. На него можно было положиться. И был Иаков. Такой, знаете, немножечко шаляй-валяй. Которого любила мама. Который был нежный. Ну, может быть, плаксивый немножечко был. Ну, такое. Бывают такие дети. Но так или иначе, он не был настолько мужественный, как Исаав. Волосы у него, ну, не по всему телу росли. Библия об этом говорит. Он был немножко другой. И написано, а жена Исаак, она любила Иакова. И я представляю сердце Иакова. Вот, папа, мой Исаак, да? Желание ребенка всегда угодить своему отцу. А Исаак любил Исаава. Похлебку любил, пищу любил. И все, что мы видим, Иаков, попытка украсть первородство, да? Попытка даже обмануть отца. Иногда дети даже родители обманывают, поступают антисоциально. Только для того, чтобы внимание нас, как отцов, к себе привлечь. Ну, правда или нет? Это так. Чтобы сказать, папочка, ну, посмотри на меня. Ну, полюби меня. Пусть хотя бы вот, даже вот в такой антисоциальной деятельности. Да я чего-то добьюсь. Полюби меня. Прими меня. И мы видим, что сам Исаак, он, сам Иаков, он страдал от этого. Он сам страдал от недостатка любви. И мы читаем, что он оказался в разрыве с отцом до самой его смерти. Он так и не помирился с ним. И что мы наблюдаем в жизни Иакова? Мы наблюдаем ту же самую воронку. Ту же самую воронку. Из большого количества детей он выбирает себе любимчика. У него были дети, да, рожденные Рахилию. Дети, рожденные второй женой Леей. Дети, рожденные рабынями. Но смотрите себе, представьте себе ситуацию. Дети растут в этой же самой атмосфере. С самого детства. Даже когда Иосиф был совсем маленький. Простая ситуация. Иаков возвращается домой. Впереди он видит войско Исава. Вот Исав там, бедуины с топорами, да, с мечами. Все, страшно. Что происходит? Что делает Иаков? Он выставляет линию обороны. На первую линию, кого он там ставит? Солдат? Неа. Он ставит детей рабыни. Чтобы, ну, как бы Исав первых покромсал. Ну, если вдруг решит напасть. Потом ставит детей нелюбимой жены Леи. И только потом сам с Иосифом куда-то забивается в повозку. И сидит там. То есть, понятна логика, да? И я представляю себе сердце того же самого Рувима, первого сына Иякова. Вот он стоит с мамой. Впереди войско. На первых, да, как говорится, позициях. Мама, мама, а где мой папа? А папа там где-то за километр на Иосифа дышит в повозке, да? И молится, как бы с Иосифом ничего не случилось. Вот что закладывается в умы людей. В умы людей. Папа любит кого-то больше. Папа уделяет внимание кому-то больше. Папа не уделяет мне больше любви. И желание. Я хочу доказать папе, что я его люблю. Ияков поступает так. Ияков провоцирует братьев на то, чтобы те ненавидели Иосифа. Библия нам об этом говорит. Говорит очень просто. Говорит без эмоций. Второе. Это, конечно же, сам Иосиф. Это, конечно же, сам Иосиф. Вот мы, когда говорим об Иосифе, мы говорим о нем как раз во второй плоскости. Мы говорим о нем как о человеке Божьем. Он такой был. Он был благословенным человеком. И самая главная черта Иосифа была в том, что он всегда был действительно верен Господу. Всегда был верен Господу. Смотрите, что происходит дальше. Когда мы говорим об Иосифе. И Библия говорит, что на момент этих событий Иосифу было 17 лет. Он был не такой ребенок, который не понимает, что он делает. Но что было в сердце Иосифа? В сердце Иосифа была надменность и превосходство. По отношению ко всей своей семье и по отношению к братьям. Это тяжелые чувства. Мы все проходили через это. И дай Бог, в определенный момент мы это преодолеем. Но когда мы читаем об Иосифе, он не стеснялся разноцветной одежды. Он ходил в ней. Интересно, когда отец посылает Иосифа. Когда отец посылает Иосифа посмотреть, что делают его братья. Что делает Иосиф? Он не одевает робу, чтобы помочь своим братьям. Он не одевает рабочую одежду, одежду путешественника. А братья работали в несколько дней ходьбы. Иосиф одевает разноцветную одежду. Это все равно, что приходит молодой человек, юноша на огород. В пиджаке, в галстуке, в белых брюках, в белой одежде, чистенький. И спрашивает. Слушайте, ну как тут у вас дела? Как тут вам работается? Естественно, братья издалека увидели его разноцветную одежду. И сказали, о, идет сновидец, идет наш Иосиф. До определенного момента Иосиф был таким. И мы должны это принять. И Господу понадобилось много лет, чтобы изменить его сердце. Иосиф был таким. Мы читаем опять же в Священном Писании в 37 главе. И доносил Иосиф худые слухи до своих братьев. Он не был простым. Он пользовался тем, что отец любит его. И он подогревал эту любовь. Я не знаю, искренне он это подогревал, или специально, не специально, но он это делал. Что он делал? Он смотрел на недостатки своих братьев. И он доносил это отцу. Представляете, в семье, когда в семье появляется ребенок, который специально ябедничает на всех. Какое будет отношение к этому ребенку? Достаточно сложно. Со стороны его братьев. В чем была проблема Иосифа? Он не понял, кто есть отец для него. Для него отец был источником разноцветной одежды. Для него отец был только тем, кто удовлетворяет его нужды. Он не думал о сердце отца. Он не думал о сердце братьев. Он думал только о себе в определенный момент. И вы знаете, что, наверное, меня особо удивляет в этой ситуации, когда Иосиф оказывается среди братьев. Мы читаем. Братья задумали убить Иосифа. Представьте себе. Большое количество взрослых мужчин. Взрослых мужчин. Взрослых, я подчеркиваю. У которых уже у самих были дети. У многих. У некоторых. Давайте скажем, не многих, а некоторых. Которые имели свои семьи, имели своих жен, свое хозяйство. Как так много взрослых мужчин вдруг ополчились против вот этого юноши 18-летнего. Это как надо было достать этих людей, чтобы они все, они были сыновьями разных мам. Да. Они совершенно разные там по темпераменту, по характеру, по истории своего существования. И вдруг они так ополчаются против одного маленького юноши, Иосифа. Возникает вопрос, ну как, что сделал Иосиф? И мы понимаем, что этот процесс был достаточно длинный. Господь говорит Иосифу, ты будешь выше. Ты будешь выше своих братьев. И Иосиф не скрывает это. Он приходит к своим братьям и говорит, братья, порадуйтесь со мною. Вы все мне поклонитесь. Ну, братья, да мало того, что у тебя отец тебя больше любит, мало того, что у тебя цветная одежда, ты еще и поклонитесь мне. Вот это вот надменность сердца Иосифа. И, наконец, третье это его братья, в сердцах которых была зависть, в сердцах которых была гнев, которые хотели угодить отцу. Но так и не смогли этого сделать, разбив его сердце. Дорогие мои, восстановление отцовства. Это восстановление сердца отца. Это восстановление сердца сыновей. Дорогие мои, пусть Господь нас благословит. Вы знаете, друзья мои, мы продолжаем говорить о Священном Писании. Мы продолжаем говорить... Субтитры создавал DimaTorzok